Самосвалы гремят. Ночью, вот представьте себе, грохот. Возят грязный снег с грязными реагентами. А потом мы это дышим? Здесь потом мы дышим всем этим. Зимой горы серого снега, летом болото отталых вод. Обращение в народный контроль, в администрацию, КамАЗам ни почем. Отписались тем, что приходили и смотрели, что там смотрели, и написали, что ничего не обнаружено. Однако швоз и ныне там. Что там будет у нас весной твориться, мы, конечно, это вопрос остается открытый. На место свалки мы вызвали экологов. По их словам, компания, которой принадлежит территории, оштрафуется уже пятый год подряд. На входе к месту сквадирования сегодня нас встретил заместитель генерального директора предприятия. Вы вызывали кого? Да, мы вас административно привлечили к ответственности. Дело по тесно, там прикатили. Административная комиссия после проверки заключила. На месте сквада установлены очистные сооружения. Сейчас, когда начнем состояние, они через наши очистные сооружения очистятся от этого залу и уйдут. Установлены ли на самом деле очистные сооружения, проверить пока невозможно. Свалка по всему периметру ограждена забором. Но, судя по ее состоянию, снег действительно завозился сюда всю зиму. Сейчас экологи, чтобы попасть по ту сторону стены, намерены обратиться в прокуратуру. В этом случае мы будем обращаться в органы прокуратуры для согласования внеплановой выездной проверки. Проверить наличие очистных сооружений и настолько они продуктивны, и насколько они очищают вот эти источные воды. Жителям же пока остается ждать. Если не экологи, то лето точно покажет, установлены ли очистные сооружения. Всего только за прошедшую зиму в Казани обнаружено 37 незаконных свалок снега. Пожинает плоды такого складирования в первую очередь природа. Слава Тухмадуллин, Ренат Цаффин, ТНВ, Казань.